так ну первый участник пошел из недостатков длинная немножко трасса ну короткую тоже неинтересно участникам 90 прадик ну идет хорошо уверенно пилот очень опытный у него есть г-69 трасса харда очень серьезная там сейчас все увидим пока light достаточно много влайте машин наверно около 20 может и больше часть трассы для зрителей на полном приводе так не разворачивается как на заднем кто может быстро переключиться в этом месте но это уже финишная кривая да не вроде все правильно а ты запутался ты в хард едь ну вот это финиш уже машина поехала пилот забыл поставить на паркинг первое время есть 405 насколько я вижу было так луаза субару пошел лук как наваливает это реальная заявка блин я вам скажу это заявка друзья посмотрите как наваливает ну очень бодрый старт квадро резина ушел так сейчас меня перевезут немножко более шикарное место будет больше обзор трассы при полном левее 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 левей давай 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 хорош хорош отлично отлично все так а вот и звезда летит Ну красиво идет Очень быстро идет Намного быстрее Прадика Subaru Sport Плюс С Луазом объединили Вес маленький Порядка 700 с копейками Килограмм Смотрите как идет Просто красиво Это заявка я думаю друзья Это заявка на победу Молодец Да Вес решает Очень четкая машина Да да Для такого лайта Можно показывать хорошие результаты Хоть и короткая колесная база Ну да Сейчас посмотрим как он пройдет Просто как жаба Прилипшая к земле Идет Шикарно конечно Все финишная кривая И рвал он ее на закрытии сезона Очень жестко И не порвал Вы понимаете в чем ситуация Крепкий автомобиль оказался Хорошая трансмиссия Вес небольшой Выдерживает Смотрим время Ну да 3.47 7.48 3.50 Ну на 15 секунд Быстрее прадика Если я не ошибаюсь Но это неплохо Круто Смотрите кто идет Смотрите кто идет К нам Ты сегодня Грудью кормишь Да С младшим привет Так друзья Ну пилоты Нивы Вы знаете Это просто Серьезные люди А тут пилот Очень быстрый Мы видели его на закрытии Очень заряжен Тем более Издарницы Это вдвойне Ну начал бодро Посмотрим Интересно кстати Будет сейчас сравнить время Мы стали В более хорошую В хорошем месте Больше видно трассу Там спуск вниз Подъем такой По неровностям большим Сравнить С Луазу Субару Да Да Луазу Субару Вроде как Ну это видно Четвертая Наверное Пониженная Ну хорошо глотает Подвеска Макс не спал Придумал Что придумал Подожди Давай Ниву Досмотрим И расскажешь Макс не спит Уже вторую ночь Пытается Разработать План Это по Яна Это под меня делали Чтоб только я мог снимать Я тебе переброшу Так Заходит на Финишный серпантин О, как тут Непросто И на финишную кривую Уходит Сколько сейчас Время Макс Не видно Не-не Время Анивы Сейчас посмотрим Интересно С лидером Сравнить Да-да Я сейчас Пока его держу В кадре Сейчас мы Увидим на финише Время 3.40 3.50 3.50 Видишь А тут 3.15 Или 3.4 3.45 3.45 было На Луазе? Да 3.50 было На Луазе А это Сколько? 4 4.02 4.02 4.02 Ну Неплохо Неплохо У Прагика Выиграл 3 секунды 610 610 Наша новая машина Весит Макс 610 Без запаски Без Ну Типа голой Понимаешь? А 660 С полностью Укомплектованной Ага И Посмотри Какая ситуация Получается Что нам надо Ну ладно Ты снимай А ну подожди Сейчас Он уедет туда В это В кусты И ты расскажешь Дальше Пошел Егор на Патриоте Та где Нормально валит По сравнению С Луаза Субару Ну по сравнению С ним Вообще Конечно Ну там Вижу У него Поддержка Вон там Кто-то Помогал Ему Подмахивал В общем Мы берем Вот эту Концепцию Тау Уаза Так Ставри Двигатель Коробку С раздавкой Реставрируем Да Ставим Впереди Луазовский Редуктор Так Ставим Бортовики Я посмотрел На переднюю часть Мы элементарно Ставим Бортовики Там Выточим У токаря Две штучки И все И оно Становится Так А сзади Должно Штатное место Стать Бортовики Ну да Бортовики В общем Из-за того Что маленький Будет вес Не будет Окрывать Вот эту Всю трансмиссию Ну думаю Да Вес небольшой Будет и маневренность Будет и В общем Ну ты представил Залупа Сколько там То на 100 Наверное То на 200 Ну то на 100 Ну То на 100 Думаю точно А может и больше А тут Будет 800 Килограмм Будет Даже 700 Где-то 50 Наверное Да Так Патриот Вышел Из-за Врага Ну Патриот Не так Быстро Как Нива Луаза Субару Но мы Сейчас На секундомере Увидим Так Объективно Объективно Не скажешь Ох Как красиво Зашел Очень красиво Тебе надо Ставить Летином Двоец Например Первый Редина Не демь Редина Ну Можно Разврат Отход Не демь Не демь Что Только Не демь Редина патриота плюс колесная база длинная на вот этих неровностях проглатывает он красиво да сейчас еще чуть-чуть подтает и подкатают будет очень скользко смотрите как его боком ставит ну на финиш уходит смотрим время что-то тут на финише немножко медленно до 4 416 ну неплохо но немножко проиграл ну скоро и запорожец поедет наш это очень серьезный пилот там жесткий просто жесткий жесткий ну и плюс range rover v8 все как положено очень интересно будет сейчас борьба посмотреть сможет ли улучшить время луаза subaru 350 напомню лучшее время на сейчас так где пилот нажимает пошло время пошло время тут другая динамика да то тут конечно машина посерьезней так ну где-то он там внизу как-то долговато не выскочил уже все ну дубасит быстро луаза subaru может проиграть ему да а на прямяках как наваливает не ну белая машина тоже будет стремиться к победе ох какой звук в 8 это не пи не мотора песня просто как поет ну время должно быть лучше ну тут за носом красиво очень быстро справился да все на финиш смотрим 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 да время лучшее конкретно смотрим финишное время 327 обогнал луаза subaru на 227 23 секунды аж это пропасть просто между ними но все-таки в 8 до динамика на прямяках на разгоне четко шел так стартует опять нива нив как обычно больше всех вот на повышенный человек но тут может показать результат посмотри как пошел посмотри как пошел четко ну неплохо я думаю на второе время идет так друзья вот и нива так слышишь нива что-то мне кажется по ощущениям где-то где-то резанул да да нет просто разогнался хорошо пилот ты посмотри с какой он скоростью идет вам не видно наверно я думаю что это заявка на победу это просто красавчик ты посмотри как он валит так нива дакар выигрывала шо ж тут наших степях тут выиграть елки да было редуктора говорят родные коробка раздатка родные были на дакаре не-не-не мотор был просто более мощный да нет то железная была нива мак забит пластиковая была на дакаре ну сделаем значит пластиковую тоже каркас безопасности и обшитки по него из-за этого не ломались редуктора да но это заявка это заявка смотрим пока давайте время промежуточная посмотрим 255 часа ему остался финишная кривая и он я думаю будет лучшее время наверно если успеет быстро вылезти из нивы а там вылезти не просто дверь не очень большая ну конечно тут тут кстати сноровка да чуть-чуть рейндж роверу проиграл 329 329 27 было 2 секунды рейндж роверу всего проиграл но круто было так ну бежит пилот время отсек ну интересно посмотрите какой старт как ракета летит просто просто как ракета стартанул мы будем смотреть интересно так а вот и спартейдж не знаю как он конечно перенесет эту жесть всю но если доедет с хорошим временем это будет показатель ну трасса несложная есть там неровности мы по ней с утра проехали кто там пилот девочка сказали за рулем на чем на спарта и джи ну мы сейчас увидим если девочки они жесткие вообще обычно на таких машинах но неплохо очень уверенно идет работает полный привод резина наверняка обычная ну за счет небольшого веса и полного привода но там до главное бампера тут самое дорогое в этой машине на этой трассе это бампера как там поддон закрыт не знаю и тут будет да сейчас идет на финиш на неплохое время я думаю идет сейчас мы все увидим пару поворотов и все хорошо работает подвеска посмотрите как на этих на этом расколбасе чуть подровняли уже трассу с каждым проездом она становится чуть ровнее вот тут тоже ну что тут со временем у нас до 408 4 411 она вид была быстро до пилотеса за рулем было ну молодец круто так поджера 4 наверняка бензиновый хотя может и турбодизель быть ну старт хороший старт серьезный слышишь не то да макс оценивает слабо говорит мне с какой бородой синий где дед мороз приехал идет поздравлять нас дед мороз идиот ну быстро вышел не не Немедленно, но неплохое время должно быть. Неплохо идёт. Неплохо идёт. Неплохо идёт. Неплохо идёт. Неплохо, неплохо. Чуть-чуть Луаза-Субару проиграл, но 5 секунд, 6... Да, 5 секунд проиграл, 3.55, хорошее время. В Харде будут машины там. Так, УАЗ красивый. Ну, посмотрим сейчас. Так, ну, УАЗ так раскочегарился. Как-то не стали быстрее проходить там. То ли чуть сравнялась дорога, непонятно. Или это не объективно, по ощущениям. Не старается. Старается, неплохо идёт. Неплохо идёт. Так, ну, да. Так, ну, да. Так, ну, да. 3.23. Ну, должен из четырёх выехать. Ну, не должен, а выедет. Блин, это стаканами. Так, а время не видно. Закрыл время, остановился. Если не сбросили, сейчас увидим. 4.01. Ну, неплохо. Для УАЗа вообще хорошо. Так, там какая-то бешеная поддержка у пилота УАЗа. Это заявка, наверное, слышишь? УАЗ серьёзный. Ух, как дубасит. Неплохо идёт. Ну, по ощущениям, только рейндж-ровер, конечно. Ну, и Белая Нива. Было явно видно, что они выбивались из общего потока по скорости визуально. Ну, УАЗ хорошо тоже идёт. Думаю, время должно быть в тройке. Очень хорошо идёт. Ну, запах слышно, да, что это УАЗик? Да, неплохо. Так, с УАЗиком... Слышь, я не хотел в камеру говорить. Я говорю, если хватит ресурса, подумал об этом, но не сказал. Блин, обидно, как шёл хорошо. Просто заглох что-то. Не попал в передачу, может. Обидно. Да, он расстроился. Борется пока. Поддержка там хорошая у него. Красиво зашёл. Сколько там на табло? Сейчас, сейчас скажу на финише. Спрашивают зрителей тут время. Так, а Нива будет участвовать, Вить? На обкатке. А, на обкатке. Ух, как идёт! Ёлки, закрыл табло немножко. Сбросили уже счётчик. Четыре ровно. Четыре минуты. Не, не сбросили. Ровно четыре. Оказалось быстро. Опа! Смотрите, кто на старте. Ёлки-палки. Сейчас будет серьёзный заезд. Всё, бежит, бежит, бежит пилот на старте. Посмотрите, как он быстро зашёл в машину. Не вышел. Передумал. Не, забыл нажать старт. Или, а, забыл протокол отдать. Всё. Пилот в машине. Ну, неплохо начал. Я думаю, будет время достойное сейчас. Амортизаторы там мощные, хорошие. Да, да, видите, быстро, 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 быстро вышел. Да, интересно. Да, интересно. Так, Андрюха дубасит. На все деньги. Карпатский волк. Посмотрите, как дубасит. Крены бешеные вообще. Кузов очень большой лифт. И подвески, и боди-лифт. Но это ему не мешает. Посмотрите, как идёт красиво. Колёса. Ну, за счёт хода подвески колёса не отрываются. Ну, крены серьёзные. Похоже, что выключить успел передок. Ну, на финиш смотрим. Интересно, какое время. Дым бросает. Мотор далёк от идеала. Но зато подвеска. Третье время. Третье время, наверное, будет сейчас. Да, 3.32. 3.32. Третье время. Красавчик. На такой тяжёлой большой машине. Третье время, да. Так, ну, теперь зелёный УАЗ. Не знаю, что за УАЗ, но... Стартует. Красиво. А что это за УАЗ, кто знает, пацаны? Неизвестный УАЗ. Но идёт хорошо. Так, УАЗ вышел на поверхность. Ну, думаю, время будет в районе четырёх минут. Так, вроде, местами быстро, но долго не было его. Долго его не было. Из-за бугра. Хотя, так, вроде, бодро идёт. С погодой повезло, да. Тут когда-то у нас по сугробам было хорошее соревнование тоже. Примерно похожая трасса была. Примерно было. Уже года четыре назад, наверное. Нахрен, знаете, включил опаргер. И вот этот, как... Тррррр. Да, вы все-то ворался. Да, там, бак. Делал, белая. А тонировка, кажется, выключил тут. Ну, это было под руку, под назвал. Не-не, он выключил вроде Андрюха. На патриоте, да, вроде бы, смешал. Надо перед вырубать, не пугать, не пугать, не пугать. Мы его ждём. Да и вот, под руку под рулевать. Я застыкал эту звуку, блядь. Я здесь звуку не выключил. А так бы, ну, всё, я застыкал. Приехал? На финиш смотрим. Ну, я был прав. Три пятьдесят семь. Четыре минуты ровно. Так, пошёл пилот. О, это серьёзная машина. Это серьёзный аппарат. Ну, посмотрим тут. От пилота много зависит. От подвески. Ну, так, очень бодро. Выход быстрый очень. Я уже ссидел. Быстрый выход. Ну, может быть, неплохое время. На прямяках. Очень быстрый. Машина мощная. Какой-то знакомый голос за кадром. Кто спрашивал, где Витя? Ух, как он в повороты заходит. Подожди, подожди, не тряси. Не шатай. Не шатай. У вас появится, не шатай. Я пошёл смотреть, Хар. Вот такое. Какое такое? Говорят, без лебёдки, мне туда нечего ехать. Я трос меняю. Витя, 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 отходи. Витя. Витя нашёлся. Кто спрашивал, где Витя, пытался закрыть обзор. Вот такое. А ты едешь? Конечно. Я буду смотреть. Ну, должно быть неплохое время сейчас. Очень интересно. По ощущениям, быстро идёт. А? На простой резине едет вообще, без каких-либо... Ну, машина серьёзная. Саня, ты ехал? Саня какой? На Рубикой? А я его не мог найти. Он... Он с бородачом рядом вон стоит. Я подошёл, смотрю, Рубикон стоит серый. 3.18. 3.19. Лучшее время. Лучшее время. 3.21. 3.21. Лучшее время. Так, ну вот. Выходит звезда на старт. Звезда на старт выходит, да. Можно порой? Не, не мой, но... Но я на нём приехал. Почти. Почти мой, да. А он из Карпата? Из нашего клуба, да. Так, пилот пошёл, блин. Двери долго всё, долго. Ну, давай, давай. Давай. Смотрите, как идёт. Смотрите, как разгоняется. Какие диски, посмотрите, красивые. В сторону Монте-Карло двигается. Да, что-то газ пока не максимальный. Ну, я... Не-не, просто... Мощность двигателя ограничена. Ну, идёт красиво. Открываются двери даже на ходу. Так, ждём звезду, звезду, звезду. Где ж звезда? Ёлки-палки. Ну... Пока не видно. Пока вот она, вот она. Он просто невысокий. И он показался... Увидели мы его позже, чем остальных. Ну, хорошо идёт. Так, там штурман тоже есть. Влад, давай. Идёт, идёт, идёт. Немножко тяжеловато, конечно. Ну, мотор далёк от идеала. Ну, старается. Из монопривода он сегодня, наверное, один только. Не хватает. Ну, поворачиваемость хорошая. Вот тут сейчас на дрифте будет интересно. Подвеска проглатывает все эти неровности. Так, там пилот с камерой внутри. Штурман, я имею в виду. Шины настолько злые, что в букс сорвать не удаётся. Даже на скользкой поверхности. Ну, смотрим время. Главное, доехал. Выгол у Спортейджа. Ну, вряд ли, конечно. Спортейдж очень быстро шёл. 5.12. 5.12. Ну, всё равно красавчик. Так, опять УАЗ. Это Березань. На вояках. Диски красивые, да. В хроме. Весь УАЗ красивый. Вот серьёзный внедорожник тут. Показывает оффроуд. А УАЗ должен где-то уже показаться. Вот он. А уАЗ. Показывает оффроуд. А уАЗ. Вот оно там. Ну, звуки УАЗовские слышны Да, тут если передок выключить Так, что-то калитка сзади открылась на запаске Да, открылась Ну, продолжают борьбу, ребята Веселит зрителей запаска Так, смотрим время 4, 10, 11, 12, 4, 18 Ну, для УАЗа неплохо Так, ну, Нива синяя Ну, Нива Держится? Да, зуб отлично Слепой пришел, спрашивают, как зубы не выпали за праздники Ну, хорошо держится все Подожди, Нива идет, осторожно Нива, Нива идет Ну, как-то долго он унизу Подожди, подожди, Нива идет красиво Нива идет Смотри, конкурсный интерес Русик на передовой Есть там у кого-то, чтобы он с выдянутой руки поднял Смотри, как Нива идет Бородач Одинни вас Блин, да, тут трасса коллайдовки четенькая Я же на копейки можно было На копейки можно было Ручка в кармане А я думал, что и камерка А я думал, что и сова Я думал, что ты сейчас скажешь А ты что это? Вот сова Поехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У негоrot ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА на финиш белая очень быстро шла 4 7 4 9 4 11